На лыжной базе прошел 41-й всероссийский забег «Лыжня России-2023». Забеги проходили на дистанции 500 метров 1,2 километра. Сергей Коляскин с детства стоит на лыжах и неоднократно участвовал в спортивных соревнованиях и стартах. Своё увлечение зимним видом спорта Сергей Иванович не оставил и во прошествии лет. На празднике «Лыжня России» Сергей Коляскин встал на старт ВИП-забега на дистанцию 2023 метра. С здоровым телем, здоровый дух. Поэтому тоже хочется поздравить всех с этим праздником замечательным. «Лыжня России» объединяет на самом деле миллионы граждан. Видите, сколько народу здесь. Поэтому всех с праздником. Почти во всех регионах России более 500 тысяч любителей. Одного из самых массовых зимних видов спорта стали участниками 41-го всероссийского забега «Лыжня России-2023». Саров традиционно также присоединился к акции. Мероприятие на лыжной базе объединило всех, кто любит проводить активные выходные на свежем воздухе. Тем более, что погода в этот день шептала. Светило солнце, а термометр показывал не больше 5 градусов. Я участвую каждый год. Мне это интересное мероприятие. Само тут очень весело, задорно. Много детей, много взрослых. Все заняты спортом. Все это интересно. И настроение создает. И на улице погода хорошая. Захотелось поездить, поучаствовать. На лыжи в этот день встали воспитанники детских садов. Школьники, студенты, военнослужащие, учащиеся учреждений дополнительного образования и все желающие горожане. Перед этим каждый участник прошел регистрацию и получил свой стартовый номер. Забеги проходили на дистанции 500 метров, 1,2 километра. Выбранное расстояние можно было проехать в свободном стиле и темпе без учета времени. А в ВИП-забеге участвовали представители администрации городской думы, руководители учреждений. Руководители города покажут пример тем, что они также поддерживают это массовое движение, ведут здоровый образ жизни и с удовольствием встают на лыжи в середине зимы и тоже участвуют в нашем мероприятии. Я же тоже побегу и в забеге. Как бы будет неправильно, если директор спортивной школы, тем более Олимпийского резерва, не примет участие в соревнованиях. Погода позволяет, настроение хорошее, все хорошо. На Лыжне России участники согревались горячим чаем в полевой кухне. Праздник спорта продолжился и на второй день. Юные лыжники с Шуратом бежали на результаты на дистанциях более одного километра, а также 3 и 5 километров. ХК Саров принял на своем льду Кстова. В этом сезоне наши хоккеисты побеждали во всех домашних матчах. Эта традиция осталась неизменной и после игры с Кстова. Открыли счет на 22 секунде. Первую шайбу в ворота хоккейного клуба Кстова отправил Денис Китаев. С каждым новым матчем сезона градус напряжения только растет. Каждая победа приносит долгожданные очки, по которым определяют место команды в турнирной таблице. Отдавать победу легко команда Кстова не собиралась. До конца первого периода они забросили в наши ворота сразу две шайбы и ушли на перерыв со счетом 1-2. Мы недооценили соперника. Думали сейчас спокойненько, в развалочку. Увидели там 12 человек. У нас как бы три полноценных пятака, да, есть там заболевшие. Но от этого как бы не снимается никакой табу, что надо играть, надо выигрывать, тем более дома. Ну и в перерыве немножко тут дали им люлей. Немножко разобрали эти моменты, где проиграли. Сделали работу над ошибками и удалось свои плоды. В этой игре Саров остался без строки. Нападающие хрумынин, селякин и калашников не смогли выйти на лед из-за болезни. Однако настрой команды это не пошатнуло. Во втором периоде Саров забросил в ворота противника три безответные шайбы. Теперь удача была на стороне нашей команды. В третьем периоде Кстова так и не удалось отыграться. Гости пропустили еще четыре шайбы. Финальный счет игры 8-3. Саров вышел в лидеры турнирной таблицы. Все понимают, реально сейчас любая ошибка, любое поражение и сразу слетаем ниже. И в плейф уходит только четыре команды. Поэтому все сейчас на грани. Все, работаем над этим, готовимся к чемпионату дальше. Хотелось бы, пользуясь случаем, приходите, болельщики, болейте. Хоть тут. И делают для вас много, даже просто. Если делать ничего не будут, все равно ходите любить хоккей. Следующая домашняя игра пройдет 25 февраля. Саров примет на своем льду хоккейный клуб АКС Павлова. Начало игры в 13.00. Третий год подряд воспитанники объединения «Шашки» принимают участие в турнире «32 поля». И вновь у саровчан блестящий результат. Москва-Крым – территория талантов, образовательный проект, в рамках которого каждый год проходит турнир по «Шашкам» «32 поля». В этом году в нем принимали участие 12 команд из Москвы и Московской области и ребята из Сарова – воспитанники Дворца детского творчества. Первые туры были очень интересные, напряженные. После четвертого тура мы уже были уверены, что первое место мы никому не отдадим. Потому что мы встретились с самой сильной командой «Неоткрытые острова» и победили эту команду 3,5 на полочка. Мы были уверены в своей победе. Два раза эти соревнования проходили в онлайн-формате. И оба раза саровчане также становились победителями. В кабинете объединения «Шашки» в ДДТ красуются золотые кубки, которые саровчане привезли с этого турнира. В этом году команду Дворца представляли и опытные игроки, участники всероссийских соревнований, и начинающие шашисты. Мы заняли первое место. Команды были не очень сильные, так как мы занимаемся больше их. Впечатления очень хорошо, нас приветствовали. Я играла с соперницей. Я одна только сыграла в ничью. Эту соперницу ездила на российские соревнования. Я потеряла два шашки, не торгалась на ничью. Я была на разных турнирах в разных городах. Держинске, Павлове, Нижненогороде, Самаре. Недавно мы ездили в Москву. Мне очень понравилось выступать в команде. Вот это и двойная ответственность. Ведь от своей сыгранной партии зависит и результат команды. У меня была одна сложная партия с девочкой из команды Дворца детского творчества «Неоткрыта острова». И один ее ход зависел из ход всей партии. Она сходилась не очень хорошо, я смогла ее выиграть. Сейчас ребята готовятся к первенству России по шашкам, которая пройдет в конце марта в Самарской области. Саров будут представлять семь воспитанников Дворца детского творчества. Встреча в рамках Школы «Лидер» прошла на тему самообороны. Гостем мероприятия стал Александр Логинов, спортсмен и руководитель проекта «Добрыня». Александр Логинов – руководитель социального проекта «Добрыня», который направлен на продвижение спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Мужчины профессионально занимаются боями без правил, проводят занятия по физической подготовке взрослых, бойцов Саровской дивизии Росгвардии. Александр стал гостем очередного мероприятия «Школа «Лидер». В этот раз ребята-участники сами выбрали тему беседы – самооборона. В зале собрались не только старшеклассники, но и ученики помладше – четвертых, восьмых классов. Для детей больше вовлеченности, чтобы было, чтобы они в последующем, после мероприятия, у них появился интерес к занятию единоборством. У девушек, у девочек, то есть школьного возраста, там сложилось понимание того, что, в принципе, достаточно угроз различных. Прежде чем начать беседу, Александр познакомился с ребятами, установил с ними живой и открытый диалог. Спикер рассказал о том, что такое самооборона, какие средства самозащиты можно носить с собой и как их применять, как вести себя в опасной ситуации. Красной нитью через всю беседу прошло повторение и закрепление главных правил самозащиты, которые надо усвоить каждому человеку – взрослым, мальчишкам и девчонкам. Александр Логинов также рассказал о своих реальных жизненных ситуациях. Тема такая достаточно актуальная. Как мне объяснили, ребята ее выбрали сами. И сегодня постараемся ее раскрыть. Я думаю, сейчас максимально необходимо это доносить для подрастающего колени и для взрослой аудитории. И также такое социальное напряжение веет у нас в стране и вообще, в принципе, в целом. Самой интересной частью встречи стала практика. Александр показал несколько приемов и ударов по обезвреживанию агрессора, а также обратил внимание на жесты, дистанцию и движение рук, которые могут помочь предотвратить столкновение с неадекватным человеком. Особо руководитель проекта «Добрыня» подчеркнул важность самообороны для девушек и рассказал, как они могут действовать в экстремальных ситуациях. Встреча прошла прекрасно, было много нового. Я узнала о некоторых видах искусства и даже попробовала некоторые из них. Запомнилась, конечно, практика, но больше понравилась теория, потому что очень важные темы обсуждали. Для девочки это не менее важно, как и для мальчиков. В конце встречи Александр Логинов призвал ребят заниматься спортом, чтобы всегда быть готовыми к любой ситуации. Следующее занятие в школе «Лидер» состоится 22 марта. Тема – подготовка к экзаменам в 9 и 11 классах.